друзья с вами снова я проложил я мог грузовой маршрут и что-то он меня не ведет опять этим участком через клин мимо торговых рядов мимо троицкого собора где девочка гребница фонтан почему-то здесь не ведет но сейчас включил я ему принудительно этот айго навида навигатор грузовую программу забил параметры вроде 20 тонн 10 тонн на ось то есть все правильно все по по расчетам все по категориям точнее по параметрам но не хочет он там ввести ну что ж не хочет значит не хочет омский парень идет ходом он пустой эти сколько у него лентяев один впереди висит другой сзади и будем мы выезжать потому что время идет и по этому маршруту по которому он не нарисовал прибытие ставит 15 минут первого ночи проложил я ему до базы до гнелицких двориков ну конечно с двадцатью одной тонной с половиной мы быстро гнать не будем тем более товар такой очень требующий бережного отношения потому что пиво есть пиво и вот эти вот а у меня тут и в банках и в бутылках если его ввести не аккуратно но вроде полета были все ополечено хорошо я его тут надо в горку то небольшой разгон а тут железнодорожные пути с такими выпуклыми рельсами тихонько то все пиво здесь уже растрясем да конечно с одной стороны машина идет мягко с другой стороны все-таки даваться но с половиной тонны надо еще разогнать чтобы она как можно больше была нагад конечно мы не пойдем через горы везде у нас вроде место пологое не значит я поехал по весам хотя охранник не сказал по весам ездить не обязательно они все равно не работают ну да ладно проехали проехали вот конечно с двадцаткой много не сэкономишь топлива но посмотрим все покажет время скорее всего с уфы я пойду на стиль томак или за соды или за крошкой а потом будем возвращаться опять в сторону москвы но это мои предположения на самом деле все может быть совсем по-другому и не будем так далеко загадывать давайте сначала доберемся до уфы а сегодня нам надо поближе подобраться к нижнему новгороду так этот правый походу не работает шлагбаум дождемся пока откроет вот этот через который мы въезжали искали тоже на выезде проскакала через эту почку перед которых через который мы тоже сейчас поедем да тут ямку сделать конкретную так охранник идет сейчас спросим что он хочет он оказывается и ничего и не хочет не надо здесь горит здесь только на въезд они смотрят по компьютеру чтобы машины были по списку которые у них в компьютере забиты все машины не запускают выпускают без разницы кого больше выпустят больше места будет на стоянке а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И девочку-гребницу, которая находится в центре фонтана, я разглядеть уже не мог. Да, фонтан сам по себе небольшой, скромненький такой, но приятно вот так посидеть в жару. Кстати, сегодня 28,5 градусов и почувствовать приятную прохладу от воды. Перед нами торговый центр-квартал и много-много старинных зданий. Называется все это улица Советская площадь. Ну что, теперь наша очередь, поехали. Вот такие здесь торговые ряды в старинном здании. Много всяких павильонов. Вот тут у нас как раз Троицкий собор. Он сейчас восстанавливается. А за ним церковь. Вот тоже здание старинное с аркой. Да, когда что-то реставрируется, уже так на душе теплее, что не бросили историю нашу. Восстанавливают Клинский хлебокомбинат. И маленький деревянный домик. Тоже какой-то как музейный экспонат. Химлаборатор-прибор. И река с интересным названием Сестра. Да, я немножко оговорился. Памятник там не Чехову, а Чайковскому стоит. А за Троицким собором как раз мы видели Воскресенскую церковь. Ну вот так живет Клин. Клин, точнее, жители Клина в таком знаменитом городе. В предпоследний день лета. Да, завтра уже 31 число. А послезавтра уже осень. Подожди, автобус. Мы уже с двадцаткой набрали ход. Мы не на легковом автомобиле. Конечно, в населенном пункте по правилам, да, должен я уступить дорогу. Но иногда надо немножко отходить от правил. И автобусы это понимают. То, что тяжелая техника остановить не так-то просто. Какая аккуратная мойка самообслуживания. И мы прощаемся с городом Клином. Я надеюсь, ненадолго. Всем огромное спасибо подписчикам из этого города, кто оставляет добрые комментарии. Да и всем остальным, кто просто смотрит и морально, и материально поддерживает развитие канала. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»